Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С чем это связано и ждать ли снижения цен? Сильное телом и духом в городе началось строительство детского спортивного православного центра, чье имя он будет носить. Любовь к делу, ученикам и профессии. На этой неделе свой профессиональный праздник отмечали учителя. Заслуженных педагогов области поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Встреча прошла в новой 68-й школе Самары и в режиме видеоконференции объединила около 70 тысяч работников в сфере образования. Учитель русского языка и литературы Светланы Мельникова в сфере образования более 40 лет. Говорит, в профессию пришла по любви и еще ни разу о своем решении не пожалела. В преддверии дня учителя Светлана получила звание народного педагога Самарской области. В торжественной обстановке ее поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Мне повезло, я считаю, профессионально. Я состоялась и кроме того, это не просто, это было через какую-то там боль, нежелание, а я с удовольствием шла на работу и всегда с удовольствием этим занималась. Дмитрий Азаров встретился и с теми, кто в профессии не так давно. Софья Приказчикова работает учителем два года, преподает английский язык. Конечно, мне очень нравится работать с учителем, безусловно, получать отдачу от детей, видеть этот драйв, эти горящие глаза. И, конечно, я сама от этого заряжаюсь. Мне нравится быть полезной детям. На прямую связь с главой региона вышли и педагоги из других муниципалитетов. Задать интересующие вопросы губернатору смогли все желающие. Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником и подчеркнул, что от труда учителей в том числе зависит реализация национальных проектов. Дорогие друзья, я крайне благодарен, признателен вам за этот труд, за ваши усилия. Это очень непростое для всех нас время. И, конечно же, готовы и к тому, чтобы обсудить, какие дополнительные меры поддержки. Что мы еще можем вместе сделать, чтобы вы себя покомфортнее ощущали. Встреча губернатора с учителями прошла в новой 68-й школе. Современное образовательное учреждение открылось в этом году. Здесь учатся свыше тысячи детей. Здание оснащено по последним стандартам качества. Грамотно подобран педагогический коллектив. Школу возвели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Процесс строительства контролировали губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Второй корпус новой школы на пятой просеке достроят до конца года. Возведение объекта под пристальным контролем областных и городских властей. Председатель регионального правительства Виктор Кудряшов и глава города Елена Лапушкина проверили, как идет строительство школы, а также новых детских садов. С подробностями Ольга Хомракулова. Строительство детского сада на улице Подшипниковой идет без отставаний по графику. Его планируют достроить до конца года. Об этом стало известно во время выездного совещания председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, главы Самары Елены Лапушкиной, руководителей профильных министерств и департаментов. Учреждение рассчитано на 112 мест, включая ясельные. Чтобы успеть сдать объект в срок, строители трудятся в две смены. Да и объем работ немалый. Раньше на этом месте был детский сад при Министерстве обороны. Затем здание долго пустовало и находилось в аварийном состоянии. После передачи земли муниципалитету старый садик снесли. И на его месте начали строительство нового. Все объекты, практически, которые мы сегодня посещаем, они строятся в самые короткие сроки. Несмотря на такие сжатые сроки строительства, никакого снижения качества выполненных работ быть не может. И сегодня мы в этом убедились. А это второй корпус новой 26-й школы в Октябрьском районе. Он рассчитан на 850 мест. Здание состоит из пяти блоков. В одном из них разместится и учреждение для дошколят. Завершить строительство планируют в конце этого года. А уже в сентябре 2022-го новый корпус примет своих первых учеников. Рост цен на строительные материалы не скажется ни на качестве объектов, ни на сроках сдачи. Для этого на федеральном уровне созданы механизмы, которые позволяют компенсировать удорожание. Так до конца года достроят детский сад на улице Ташкентской. Учреждение рассчитано на 132 места, включая ясельные. Детский садик возвели с нуля буквально за 9 месяцев. В здании осталось завершить внутренние работы, а затем и благоустроить прилегающую территорию. Мониторинг у нас еженедельно происходит. У нас за каждой стройкой закреплен куратор от департамента городского градостроительства. И он на этих объектах находится ежедневно. Убеждена, что со всеми задачами мы справимся. И подрядчики, конечно, зададут объекты в срок. Мониторить ход строительных работ власти города продолжат. За срыв ввода в эксплуатацию этих соцобъектов подрядчикам предусмотрены штрафные санкции. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. Судьбу еще одного детского сада на улице промышленности глава города Елена Лапушкина обсудила с жителями советского района. Здание находится в частной собственности. Вопрос восстановления дошкольного учреждения на контроле и у губернатора Дмитрия Азарова. Андрей Горгуленко расскажет подробнее. Здание бывшего детского сада на промышленности 317 долгое время не используется по назначению. В последнее время здесь располагался филиал Восточной экономико-юридической гуманитарной академии. Но сейчас корпус освободился, и местные жители хотят, чтобы он снова встречал воспитанников дошкольного учреждения. В садиках мест не хватает, а данный садик давно уже не эксплуатируется. В нем была Восточная академия, которая оттуда съехала. И мы надеялись, что Департамент образования выкупит этот детский сад и восстановит его в системе образования под детский сад. Однако выкупить здание детского сада у частного лица по целевому назначению сейчас нет возможности. Корпус устарел и не соответствует современным санитарно-эпидемиологическим нормам, а также требованиям пожарной безопасности. Поэтому выделение средств на выкуп здания невозможно. Городские власти сейчас ищут другие пути решения этого вопроса. Об этом говорили на совместной встрече главы Самары Елена Лапушкина с жителями Советского района. Не хватает и общей площади, чтобы обустроить прилегающую территорию, соответствующую требованиям, которые предъявляются современным детским садам. Но жители обратили внимание на то, что на бывшей территории учреждения расположилась автостоянка, и что на этом участке раньше были и навесы, и игровые зоны для групп детского сада. Городские власти проверят легальность этой деятельности и возможность использования этой территории. Для принятия этого решения нам нужно изучить эту стоянку по коммуникациям, по собственности, по принадлежности, по возможности использования. Вместе с вами. В ближайшее время владелец участка, где располагается здание, представит жителям на обсуждение проект своего видения использования этой территории, куда пообещал включить корпус дошкольного учреждения, соответствующая всем требованиям. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре на территории Спиридоновской церкви началось строительство детского спортивного православного центра. Это уникальный епархиальный проект, направленный на воспитание защитников Отечества. В центре заработают секции единоборств, преподавать в которых будут профессиональные тренеры Самары и региона, чье имя будет носить учебное заведение, узнала Гульфия Сафина. Александру Невскому помолимся, святый благоревний князь Александру Невскому. Имени национального героя и святого покровителя Отчизны в Самаре возвели и осветили памятник выдающемуся полководцу Древней Руси Александру Невскому. В этом году исполняется 800-летие с даты рождения великого князя, прославившегося победой над шведами в легендарном ледовом побоище. Он причислен к лику святых и сегодня именно в его честь в Самаре заложили камень в ознаменовании начала строительства детского спортивного центра. Я считаю, один из самых уникальных проектов в России. У нас есть некоммерческий фонд, детский епархиальный образовательный центр, в котором занимаются более 16 тысяч детей, более 70 центров. Но основная деятельность, конечно, кружковая работа, внешкольная, где дети занимаются и рисованием, и пением, и лепкой. Это будет центр подготовки доблестных и смелых патриотов Родины – православная школа единоборств. Обучать детей, начиная с пятилетнего возраста, здесь будут профессиональные тренеры. Помимо классических азов боевых искусств, акцент сделают на духовное и культурное развитие ребенка. «Возбегнуть из здания детского центра во имя святого благоверного князя Александра Невского». «Это кикбоксинг, это борьба, ну, соответственно, бокс, конечно же. Центр, он будет в честь Александра Невского, да, воина. Поэтому, понятно, что нельзя так сказать, да, что мы будем готовить воинов, но, как бы, детей, которые будут сильны духом и крепки в православной вере». Развитие дополнительного образования детей в приоритете и у городских властей. Только в Октябрьском районе потребность в кружковых и спортивных клубах остается высокой. «Запрос на самом деле есть, он большой. И когда у людей есть выбор, это всегда хорошо. Когда есть большое количество вариантов, куда можно отдать своего ребенка. Тем более, что у разных людей разный уровень дохода. Чем больше будет бесплатных объектов, а все кружки и секции, которые осуществляются в епархии, они все, естественно, бесплатные. Поэтому тем, мне кажется, будет лучше». Строительство Центра единоборств будет осуществляться на благотворительные средства прихожан. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. Более 50 дворов благоустроят в следующем году в Самаре. Информация об этом представлена в проекте постановления на сайте регионального Минэнерго. Всего планируется преобразить более 300 дворов в области. Около 190 площадок в муниципальных районах, 21 в Тольятти, 3 в Жигулевске, по 7 в Кенеле и Чапаевске, 10 в Новокуйбышевске, 4 в Сызрани, 5 в Отрадном и по 6 в Октябрьске и Похвестнево. Территории приведут в порядок благодаря программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В Самарском регионе из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией ужесточают ограничительные меры. С 11 октября, чтобы попасть в кино, театры, на концерты, в бассейны, фитнес-центры и спортзалы, нужно будет предъявить QR-код о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании COVID-19. Такое решение принял областной оперштаб. Кроме того, уже с 6 октября некоторых школьников перевели на дистанционное обучение. На удаленку отправили учеников с 6 по 10 классы. Количество заразившихся коронавирусом ежедневно растет, в том числе среди детей и сотрудников образования. Самое большое число заболевших фиксируют среди подростков в возрасте 16 и 17 лет. Ученики начальной школы и 11-классники пока остаются на очном обучении. Тем временем в регионе вакцинировали уже более 1,150,000 человек. Для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет, нужно привить еще миллион жителей Самарской области. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Армен Бинян. В регионе работает 167 прививочных пунктов, в том числе 10 круглосуточных в разных районах города, 19 мобильных. Всю неделю в Самарской области фиксировали более 600 заболевших жителей в сутки. Заражение идет в три раза быстрее, и каждый десятый житель области болеет бессимптомно. Сегодня каждый, у кого уже прошел 6-месячный барьер, также должен сделать выбор в пользу повторной вакцинации. Мы рассчитываем на это население, потому что они уже поняли, что вакцина безопасна, вакцина эффективна. И еще раз должны подать пример тем, кто никак не решится или подвержен влиянию антипрививочников и людей, которые всеми возможными способами отговаривают их от вакцинации. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Самарской области почти 98 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусной инфекцией. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезней и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Всего из резервного фонда правительства регионы страны получат более 5 миллиардов рублей на закупку лекарств. В правительстве области произошли изменения в кадровом составе. Игорь Андреев назначен временно исполняющим обязанности министра имущественных отношений Самарской области. Ранее он занимал пост заместителя главы ведомства. Место руководителя стало вакантно после ухода с должности Сергея Черепанова. В России рухнул спрос на новостройки. Покупатели стали на четверть менее активны, чем год назад. При этом цены на жилье не спешат снижаться. За время пандемии квартиры на первичном рынке Самары подорожали на 20-25%. Как отмечают аналитики, это не только общероссийский, но и общемировой тренд. Недвижимость выросла в цене в 56 странах. В топ-10 входит Турция, где жилье выросло почти на треть, Новая Зеландия, Люксембург, Словакия, США, Швеция, Австрия, Нидерланды. А вот в Малайзии, Марокко, Индии и Испании жилье, наоборот, подешевело на 1-2%. Эксперты связывают это с жесткими локдаунами, экономическими проблемами или избыточным предложением на рынке в жилье. Ждать ли снижение цен в Самаре, расскажем в сюжете. Ценовое ралли длиною в год. Стоимость квартир в Самаре увеличилась на 20-25%. Если до пандемии квадратный метр в новостройках в среднем оценивался в 60-65 тысяч рублей, то теперь в 75-80. Рост цен произошел во всех районах города, от центра до окраин. Сейчас, как это часто бывает после резкого скачка, цены стабилизировались. Они пока держатся на июльских показателях. Цены выросли в конце 20-го, начале 21-го годов, я бы сказал, беспрецедентно. Потому что в такой короткий период времени и так сильно цены не росли, наверное, вот, ну давно, года с 14-го уже. У нас окраина города, если до середины 20-го года расценивалась в диапазоне, в среднем там в районе 45 тысяч рублей за квадратный метр, 50-ти. Сейчас цены ушли и до 65-ти, и до 70 тысяч рублей за квадратный метр. Это как бы нормальный диапазон цен. Центр города у нас был доступностью до 100 тысяч рублей. За этот период времени средние цены ушли далеко за 100, и мы уже видим предложение даже и по 200, и по 215. По словам экспертов, рост цен спровоцировали как пандемия, подорожание стройматериалов, так и поддержка государства в виде льготной ипотеки. Люди поспешили снять деньги с депозитов, опасаясь кризиса, и стали вкладываться в недвижимость. В сентябре российские банки зафиксировали двукратный спрос на семейную ипотеку и ожидают, что этот вид кредитования станет самой популярной госпрограммой в последующие два года, если условия не пересмотрят. За первые полгода 2021-го по программам льготной и семейной ипотеки выдали кредитов на 959 миллиардов рублей. Ими воспользовались 292 тысячи российских семей. Следом за новостройками подтянулся и вторичный рынок. Здесь тоже зафиксировали рост цен на 20%. Эксперты сейчас в ожидании спада. Три волны таких у нас были в 2008 году, в 2014 году. И вот как бы сейчас цены поднялись до очень высокого уровня и по-хорошему должны немножко откатиться назад. Но мы об этом еще говорили летом. И думалось, что закроется льготная ипотека, и тогда цены неизбежно упадут. Но льготную ипотеку правительство продлило, а людям нужно как-то сохранять деньги. Мне сейчас очень нравится выражение «припарковать деньги». Потому что недвижимость, вне зависимости от ее колебаний по стоимости, все равно это сохраненные деньги. Однако с повышением ключевой ставки и ставок по ипотеке потребительский интерес начал угасать. По итогам третьего квартала этого года спрос на квартиры в российских новостройках упал на 25% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Это тоже должно подтолкнуть застройщиков к снижению цен на жилье. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. Купить зимнюю резину и не остаться с пустым карманом мечтают автомобилисты по всей стране. Рост цен на покрышки шокировал и жителей Самары. Как изменилась стоимость шин по сравнению с прошлым сезоном, выяснял Максим Магомедов. Цены на зимние шины доросли до исторического максимума. Как утверждают эксперты, рост цен по сравнению с прошлым сезоном составляет 25%. И это еще до наступления холодов. Основными причинами эксперты называют увеличение стоимости каучука и снижение объемов производства. Немаловажную роль сыграло введение в ноябре прошлого года системы обязательной маркировки покрышек. Особенно сильно выросла цена на импортные шины. Отечественные производители увеличили стоимость на 15%. Если мы возьмем самый популярный размер, скажем, 195-65-15, то российский производитель будет стоимостью порядка 3200-3500 рублей, а иностранный производитель будет порядка 4,5-5, а то и 6 тысяч рублей. Есть несколько причин. Первый – это, безусловно, подорожание сырья, которое уходит в шину. Во-вторых, очень серьезно подорожал фрахт. Ну и, наверное, сказывается общий дефицит машин, потому что на сегодняшний день очень много производимых в России покрышек уходит на экспорт. Рост цен ощутили на себе все автовладельцы города. Но, как показал опрос телекомпании «Самара ГИС», в первую очередь с проблемой покупки новых колес сталкиваются те, кто приобрел автомобиль недавно. Купил машину только что, на днях прям. Сейчас буду искать зимнюю резину, все подорожало. Примерно в районе 40 тысяч сейчас выют 4 колеса зимних. Ну, куда бежать, что я делать, не знаю. У меня была другая машина, это новая, говорю, поэтому нет резины. И на прошлой машине было пониже стоимость. И, ну, брали как бы два года назад эту резину. И сейчас, ну, весомая так отличная. Вячеслав Летюшин покупает уже не первый комплект колес для своего авто. В этом году он, как никто другой, почувствовал на себе изменение цен на рынке. Только что приобрел колеса в 28,5 тысяч. Улучшена вся резина. Дороже стало намного, процент, наверное, на 20. У меня товарищ брал примерно такую же за 6 тысяч за комплект, за одну, чтобы сейчас 7 с лишним. Некоторые автовладельцы в погоне за экономией приобретают резину, уже бывшую в употреблении. Но, по словам специалистов, такой выбор может негативно сказаться на безопасности управления транспортным средством и существенно повлиять на длину тормозного пути. Не рекомендуем использовать БУ. Ну, тут, смотрите, вопрос первый стоит задать. Как эксплуатировали до вас эту шину? Непонятно, да? Мы же не можем узнать. Вопрос хранения и вопрос транспортировки. Все эти факторы влияют на срок службы шины. Новая шина имеет глубину протектора 8 миллиметров. Эксперты утверждают, что приобретая поддержанную покрышку, остаточная глубина протектора будет составлять от 4 до 6 миллиметров. Поэтому срок ее службы будет не более двух сезонов. А это неизбежно приведет к большим затратам в будущем. Максим Магомедов, Максим Гусев. События. Новое поколение, новые тренды. Если пять лет назад, по информации социологов, к татуировкам положительно относился только каждый пятый житель страны, то уже к 2020 году число одобряющих увеличилось. Количество запросов по поиску тату-мастеров выросло в два раза. Среди опрошенных студентов чуть меньше половины либо уже имеют нательные рисунки, либо планируют их сделать в ближайшее время. Как увлечение татуировками отражается на трудоустройстве молодых соискателей, выясняла Гульфия Сафина. Кристина Надоненко – топовый самарский пластический хирург. В день проводит до пяти операций. Утром липосакция, после обеда коррекция бюста. Признается, работу свою любит, квалификацию повышала. В Москве, в Питере и даже Париже. Клиентам важна ее квалификация. Тело Кристины украшает не одна татуировка, причем большинство из них на открытых участках тела. Да, вот есть вторая татуировка. Это тоже из Адреналина. Мой любимый тоже персонаж. Связано тоже с медицинской частью. Клиентки приходят, да, клиентки. Первая вот у меня одна девочка была, она просто забила все тело, и настолько было все красиво, как-то я начала присматриваться. Сейчас, ну, это, наверное, новый виток моды. Сейчас, ну, фактически у всех есть татуировки. Это никак вообще абсолютно не влияет. У меня татуировки где-то около трех лет. И вообще никто никогда не задавал вопрос, если только какой мастер, кто мастер. Раньше кололи только заключенные и солдаты. Теперь границы напрочь стерты. По данным в ЦИОМ, тату имеет всего 11% россиян, но почти каждый третий представитель молодежи не против приукрасить свое тело. Растет спрос, растет и предложение. Конкуренция в индустрии, признается мастер тату Влад Скуб, становится жестче. Настоящий бум случился за последние пять лет. Порой в мастерскую заглядывают самые неожиданные клиенты. Есть представители уже и пенсионного возраста. Недавно к нам приходил дедушка, ему 70 лет. Мы ему делали тигра на плече. Были учителя. Мы как-то между собой иногда шутим, что через лет 20 кто-то будет идти. Фу, она без татуировки, что такое. Однако не все готовы делать тату на видимых участках тела. Те же учителя, артисты и публичные деятели предпочитают не афишировать рисунки на собственном теле, все чаще скрывая их под одеждой. Что разумно объясняет специалист по имиджу и этикету Анастасия Камышева. Все-таки людям, которые хотят быть врачами и делать в этом направлении определенную карьеру, тоже, наверное, я бы не рекомендовала. Тот, кто планирует государственную службу. Тот, кто занимается педагогикой. Потому что это всегда будет немного дезориентировать детей, подрастающих поколений. Это всегда будет таким неким препятствием в коммуникациях с обычными людьми в обычной жизни. Возможно, именно проблема коммуникации с другими людьми, в частности с работодателями, приводит к тому, что каждый третий человек в итоге избавляется от тату. Кто-то жалуется, что не понравился сам рисунок, иные на чувство дискомфорта. По мнению экспертов, к решению сделать тату нужно подходить крайне обдуманно, особенно если вы ищете перспективы карьерного роста. Не стоит забывать, встречают по одежде. Впрочем, не исключено, что через 5-10 лет к людям с тату станут относиться толерантнее, и это никак не повлияет на их успешную деятельность. Гульфия Сафина, Максим Гусев, Николай Епифанов. События. Новые победы самарских спортсменов. Александр Визовкин завоевал золотую медаль на чемпионате России в дисциплине «Прибрежная гребля» на дистанции в 8 тысяч метров. Спортсмен выиграл медаль в турнире «Гребцов-одиночек». Об этом сообщили в региональном правительстве. Соревнования прошли в Республике Крым. На этом выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте «Самара ГИС», в Телеграм-канале и на официальных страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!